здравствуйте дорогие товарищи продолжаем играть в atomic heart и сегодня я так понимаю что мы узнаем кто такой майор нечаев на самом деле посмотрим куда нас отбросит игра сохранением потому что мы как-то не в комнате безопасности сохранились на неважно увидим раз старина и там как молчит молчит так ох раз это выходит что не что а кто в каком-то смысле если очень просто это профессор харитон захаров охренеть как просто как это захаров профессор захаров занимался разработкой подсистем коллектива и вел исследование модуля того что установлены в тебе нам сказали что он провел серию опытов на себе самом результат оказался непредсказуемым и плачевным на себе он что больной не был больным захаров был мизантропом его интересовал только наука думаю его тело не оказалось ему чем-то ценным ладно пройдем и когда ты поняла что х раз это захаров да вот только что и поняла когда он у тебя выключился не знала что его сознание сеченов сохранил в твоей перчатке х раз по аббревиатуре догадалась получается х раз уже не человек просто прибор не знаю получается так с той разницей что это прибор основанной на логической системе и опыте одного из самых умных советских ученых зачем он сечен да затем что сеченов никогда не выбрасывает что то что может пойти в дело ему проще все изменить под свои желания полагает это уже заметил забавно то что похоже ты с ним сдружился ну так через многое пришлось пройти да и я не без чувств живой же человек и он был ты говоришь об этом так спокойно харитон родионович для меня умер довольно давно я достаточно по нему выплакала к тому же я ученый к смерти мы относимся более спокойно чем к затуманиванию мозгов как нам пройти дальше постоянный доступ в архив есть лишь у небольшой горстке людей у сеченова у лебедева директор академии и как ты мне удачно напомнил у захарова муся и чтобы мы делали если бы пароль не подошел уверена ты бы разнес дверь голыми руками но он подошел и теперь архивариус принимает меня за харитона родионовича нам очень повезло мы сможем узнать и тебе все идем к ощущению как будто у тебя собственное освещение а эти вот недостатки недостатки какой вопрос вас интересует сегодня большой личное дело агент п3 в архиве найдено 42 аудиозапись с какой начнем да по барабану в общем то тогда неси любую давайте посмотрим немедленно исправить 3 июня 55 года от архи кура вавилова до семушева к архивному разделу вавилова ознакомился с материалами публикации для науки и жизни но внутри видовой конкуренции нет и в самой природе существует лишь конкуренции между видами зайца есть зайца ест волк но заяц зайца не ест он ест траву пшеница пшеницы тоже не мешает жизни а вот пырей лебеда асот является представителем других видов и появивших в посевах пшеницы или кокса сагиза отнимает у них пищу борется с ними кто это написал что это за мичуринщина вы на весь союз опозорить нас хотите претензия претензия 1 июня 55 года заведующая комплексом вавилов вавилова кара арх арх кур вавилова семушев товарищ семушев до невозможного потрясен небрежным отношением вас как цензора публиковых материалов с ваших консультаций в ряде уважаемых изданий указание на оторванность комплекса от жизни на слабую связь с производством предприятия неверно комплекс вавилов является прежде всего научным учреждением работающим по определенному плану теоретическая работа увязана самым решительным образом с практическими запросами семеноводства и проектных планов предприятия надо быть слепым чтобы отрицать ту огромную работу которую в кратчайшее время в трудных условиях провел коллектив вавилова на работах института строится практическая организация проекта по освоению новых миров впредь прошу более строгого отношения к освещению нашей работы в печатных изданиях занесение в архив 28 апреля 55 года также посмотрим 3 июня 1 июня что это так 3 мая 13 мая данным можно оборот надо читать сейчас 1 декабря 54 года статья тома улфа от кого секретариат академии последствий арху курвавилова да симушу в ответ на вашу просьбу присылать выдержки с публикациями о предприятии из иностранных сми журнал вашингтон пост 8 мая 55 того года чё за херня чё за херня ребята вас 10 марта это чё бак какой-то фигня какая-то фигня какая-то согласен стать ладно ускорение эволюции 10 марта 55 года архивный куратор вавилова семушев архивному разделу вавилова об ускоренной эволюции несмотря на все таланты и безусловные успехи научных сотрудников вавилова существует прогнозируемые но не проверяемые иначе чем на практике опасения о более глубинной проблеме нежели подготовка семян к негостеприимным условиям иных планет эволюционный механизм в отличие от ученых не занимается прогнозами или оценками рисков они просто работают отсеивая слабых и вознаграждая сильных десятки сотни факторов будут влиять на рост и развитие наших культур поэтому стоит предположить что сейчас работая с генетикой растений в первую очередь нужно заложить них механизм быстрого роста и обновления а не стараться предвидеть мельчайшие детали нам нужно лишь дать эволюцию мощный разгон а остальное она сделает за нас как впрочем и всегда да теоретически да есть семя правда в этом утверждении статья тома вулфа 1 декабря 54 года секретариат академии последствий архивовил восьмушев в ответ на вашу просьбу присылать выдержки с публикациями предприятий из иностранных сми и академия последствий последствий чё там они не только волны они еще и и только музыку но еще и статьи журнал вашингтон пост 8 мая 55 года статья стальной каркас ссср автор том вульф любопытнейшим лицемерием современности можно считать факт так называем повсеместной роботизации на территории союза обходя стороной такой популистский вопрос как наличие у роботов личности при условии тестов тюринга заявлю что смешными и одновременно зловещими является сам факт масштабного использования этой рабочей силы посудите сами нация во главе идеологии которая стоит всеобщее равенство и прекращение эксплуатации капиталов рабочих и крестьян подчинила себе целую армию бездушных машин исполняющих любую прихоть не знаю ничего насчет коллектива и 2.0 но капитализм 2.0 это пожалуй лучшая характеристика советского союза вопрос лишь в том когда же роботы сами захотят равных прав и насколько кровавой будет эта революция это интересный вопрос кстати говоря тут думалось насчет того что если но это уже вне контекста томик харта что если например человечество освоит производство как-то сказать человекоподобных роботов причем человекоподобных в вплоть до использования для секса и это не будет использоваться выглядит как нечто безобразное ну короче человекоподобных роботов вот как в этом detroit become human то не будет ли это вызывать у человека ассоциации с рабовладельчеством то есть не захочет ли после такого робота какой-нибудь богатенький человечек за имеет еще про просто рабов а не просто робота потому что сломать человеческую личность как бы починить человеческую личность контролируют человеческую личность это сложнее нежели контролировать робота и тут сможет возникнуть такой эгоистический челендж для некоторых умов о том как бы я могу и это например и собственно собственно какой-нибудь какой-нибудь богатей в подземном бункере будет иметь армию рабов а-ля какой-нибудь падежах король и так далее правда короля падишах и прочего публика все-таки контролирует а вот такое вот закрытое общество аля широко закрытые глаза с тому с тому кукурузу она закрытое как бы его не видно и собственно можно делать всякую херню собственно помнится даже товарищ клайв стейплз ливис книге христианство если я правильно помню но неважно в какой-то своей публикации писал о том что вот клубы вот имея ввиду всякие английские клубы они одновременно и опасные нет с тем что это закрытое общество закрытое общество которое само себе зреет что угодно от хорошего до плохого вот и интересно что только сейчас вспомнил что сейчас сейчас читая книги по вархаммеру гересь хоруса и там главное но не причина как бы одним из главным инструментом распространения ереси приведший к гражданской войне в империуме это были братские ложи которых братские ложи среди легионеров астартес в которых распространялись вот эти вот самые идеи о том что император не прав насколько было бы лучше если бы хорус был владетелем всея человечества да так сказать от 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 роботов хорусом до капитализм 2 и 0 такой сложный вопрос как бы где этот момент будет и искусственный интеллект который на самом деле на данный момент искусственный идиот и инструмент где вот это вот разница где это вот граница которую мы в какой-то мере все друг друга используем но вопрос в добропорядочности и мы принимаем что у нас есть свои собственные желания но какие желания есть у инструмента если мы запрограммирование робота на то чтобы он выполнил определенное действие то он и будет это выполнять действие как в чем проблема надо таких роботов создавать а если мы хотим баловаться с разумом то это конечно другой другая степень и как в фильме этот самый как в блэйдраннере как где вот эти вот там правда не совсем андроиды которые были описаны у филиппа дик а скорее био биороботы то есть это искусственно выращенные люди которые потом искусственно измененные люди переконструированные которые потом стали отдельной расой расой 2049 блэйдраннере но второй части ну то есть имея возможность самовоспроизводиться и также в этом в диалоге ридли скотта но там вот этот в некоторых кругах бесславное продолжение чужого в промете и и в ковенанте завете чужой завет там вот эта история дэвида волтера это как раз таки о том насколько где этот дети граница роботов то есть ну ридли скотт в этих двух фильмах отошел немножко от идеи чужого скорее вот в общем затронул идею производства жизни и разума вот и как бы совсем мы этим столкнемся но вот например современная современный хайф по поводу нейросети это вообще не о том как нейросети они работают на статистике данных скажем так это это не то чего стоит пока что бояться но впрочем посмотрим ладно давайте дальше архив переписки номер двадцать два данные удалены длинной линк сеченова товарищ сеченов после ситуации в болгарии агента блесна и плутонии доставлены в состояние кома находятся в вегетативном состоянии соединения с нейросетью нет признаков сознания не проявляет сообщите ваше распоряжение что-то агент плутонии это я помню вот как раз таки мы когда спрыгивали этому банному насосу под названием роса который вырвался из кита там в полимере какие-то такие звуки что-то были которые там агент плутонии там что-то такое интересно вырезка из журнала life 13 марта 55-го года секретариат академии последствий архиакура вавилова симушева несмотря на секретность отряд аргентом латинской серебро стал уже притчей во языцах множество европейских и американских изданий удивляет журналистов и абсолютно не характерно для ссср название согласитесь согласитесь на фоне громоздких аббревиатур вроде смирш нквд она смотрится странно и эллиповато и крайне малочисленный состав и невероятно подготовкой и экипировка зависимости от тональности слухи разнятся бойцов отряда описывает то почти как огромных медведей с красными глазами пожирающих детей так как белокурых статных сверх людей при виде при одном виде которых сам гитлер распустил в рейх и признал поражение немецкого уберменш тайна пока остается тайны однако можно с уверенностью заявить в текущий момент серебро является самым подготовленным отрядом специального назначения на всей планете и учитывая планы союза возможно скоро станет таковым и во всей солнечной системы какая-то желтая пресса типа оракул газета была такая в 90-х начале двухтысячных отчет вавилов 13 мая 55 года так у нас события atomic heart происходит в июне что-то тут приближаемся 13 мая 55 года от архива архивного куратора вавилова я я не понимаю что это архи кура вавилова архи петуха вавилова симушева к архивному разделу вавилова семян тонн обработано упакована пшеница 30 30 расход не обнаружен гречиха 12 10 на 6 расход 2 литопсы литопсы что это непонятно 6 6 из 6 расход не обнаружен эвкалипт 9 9 из 0 из ошибки в технологии запас полностью непригоден батат 7 7 из 7 расход не обнаружен горох 12 12 из 4 расход не подтвержден чеснок 15 15 из 12 расход 3 тонны грызуны а 15 было 12 стало расход 3 тонны грызуны крысы съели 3 тонны чеснока хорошие крыцы одуванчики 40 40 было 40 стало расход не обнаружен перепроверьте данные еще раз особенно про одуванчики данные явно ошибочные что предполагается дело с таким объемом на марсе гнать вино 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 из одуванчиков занесение в архив 28 апреля 55 года что-то прыгает от по этим данным непонятно от кого начальник безопасности вавилова нюхов к архи петуху и вавилова симушеву проект борщевик остановлены признаны дальнейшей реализации негодным ну да мы видели его доводим до вашего сведения что все материалы по борщевику надлежит каталогизировать как секретные под грифом а2 упорядочить и поместить соответствующие блоки все прочие упоминания в иных документах вымрать по стандартной системе особое внимание удалить уделить информации о якобы пострадавших на проекте сотрудниках имена погибших удалить на претензии 1 июня 55 года от вавилова к симушеву товарищ симушев до невозможности да 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 вот это может читали это может читали все спасибо да я немножко вас всех запутался извините поговорили мы там насчет объективных объективной реальности по крайней мере интересно ладно будем читать по порядку лекция айхеймсова 15 октября 54 года от руководителя дискуссионного клуба азарова павлов а кому архивным терминал докладчик мне часто задают вопрос во время моих выступлений в союзе и в дружественных странах а не стоит ли нам нацелить научный прогресс на непосредственное изменение самого человека фундаментально скажем научить его менять характеристики кожи для защиты от жары или холода отращивать конечности как некоторые рептилии управлять биохимией на базовом уровне то есть перефразирую известный тезис эволюция в отдельно взятом человеке из зала неуверенный смех да докладчик отвечает нет я признаю это пораженчество и дело не в неком буржуазном поклонении человека как венцу простите творение мы обладаем мощными технологиями и не должны менять себя под окружающую среду это шаг назад мы обязаны овладеть наукой в совершенстве так чтобы полностью починить себе природу на земле это будет или в ином месте на kill the mutant да здравствует империум человечества стенография клуб 19 ноября 54 года от руководителя дискуссионного клуба азарова павлов архивному терминалу выдержки стенографической записи дискуссионного клуба докладчик 1 очевидно чтобы поддерживать такой высокотехнологичный уровень которого достиг прогресс советской науки нужны все-таки интеллектуальные люди и страх того что может возникнуть ситуация когда высокие технологии позволят обществу поглупеть и рационален ведь эти высокие технологии не смогут поддерживаться докладчик 2 но если это грозит радикальным разделением человечества на две группы маленькую с большим мозгом который будет заниматься интеллектуальной деятельности и огромный с маленькой мозгом который будет выполнять самая простая работа либо вообще ничего делать не будет потому что все дело будет машина довольно грустная картина но возможно ли такое докладчик 1 а вот именно тут идеологическая работа с населением и уступает на передний план это какие-то морлоки из это из машина времени герберта уэллса какое произведение написал начале 19 то есть 20 века а вот до сих пор актуально маленько мозговые и лучше мозговые люди да интересно а насчет того что технологии поглупеть да есть такой страх как говорится сильные люди создают хорошие времена хорошие времена создают слабых людей слабые люди создают плохие времена а вот плохие времена создают сильных людей но и так дальше по кругу вот вчера как рассмотрел фильм дорогой лби блат нефть по-русски там про нефтяника начала 20 века но там конечно такие люди так сказать гвозди бы делать из этих людей но нет хорошей жизни скажем так ладно давайте дальше касательно статьи 19 мая 55 года от заведующей лаборатории привалово к старшей лаборантке деболтовской мое мнение о вашей статье о культуре мгновенных сообщений целом мне понравился текст емко хорошо отражает суть идеи об ускорении методов передачи текста хорошее сравнение через письмо через письма затем телеграммы звонки и наконец терминальные системы однако ваше фривольное заигрывание с отображением эмоций в новом телепереписке выглядит совершенно неуместным и даже подерзким как вы себе представляете использование знаков припинания для отражения эмоционального наполнения текста у нас еще даже не все понимает разницы между тире и дефисом двоеточием и точкой запятой а вы предлагаете текстах писем использовать подобные знаки чтобы подчеркнуть настроение это просто смешно вымороть никаких эмодзи три восклицательных знаков 19 мая 55-го года от лаборанта и осиповый к старшему лаборанту деболтовской кати я почитал твой текст про скобочки и двоеточие в тексте идея веселая но привалов такой не одобрит думаю надо равняться на другие народу помнишь в теле ра раньше в телеграммах используют и чк зпт и прочее может если ты хочешь показать что тебе весело написать у лб улыбка а если грустно грыз подумай пцл поцелуй твоя маша серьезные интересная такая фидошная архив переписки номер 10 данные удалены от профессора захаровой по захарова к сечину дима я прочит дима я прочитал твои наработки и попытки установить меня в имплантируемый модуль я ценю твою настойчивость но повторяю последний раз мне не нужны руки и ноги и волосяный покров и необходимость тратить время на туалеты и еду не хорошо дима а вот твое слабохарактерное желание очеловечить все и вся вызывает у меня тревогу вместо того чтобы думать как поселить меня в голову какому-нибудь накачанному комсомольцу подумай лучше не хотел бы ты сам избавиться от бремени старейшей плоти вот это вот интересно то есть походу он уже был в какой-то машинке это тетка которая морги лежал и рассказывал вот я знаю как можно превратить человека в машину ну про тип продолжить обессмертить человека видимо это уже было придумано да все придумано на нас товарищем захаровым сечином вырезка из техники молодежи 19 ноября 54 года от заведующей лаборатории привалова к старшему лаборанту деболтовской из обзорной статьи техники молодежи о работе предприятия на западе умные образованные люди называют нас гомосоветикусами они гордятся тем что открыли существование этого типа человека и придумали ему такое красивое название причем они употребляют это название вынизительным презрительным для нас смысле я им не вдомек что мы сделали нечто большее мы первыми вывели этот новый тип человека а запад лишь вводит новые словечки и ценит этот свой вклад в истории неизмеримо выше наших достижений само мнение запада достойно насмешки по просьбе сечиного найдите упоминание хомосоветикус и произведите по всем базам замену на хомо футурум до футурум блин что там у нас давайте послушаем линия благоприятности да 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 это часть опыта вы не будете видеть никого ни меня ни остальных итак сейчас вы будете общаться с двумя девушками их зовут анфиса и ольга здравствуйте вам нужно пообщаться с ними и сказать мне кто из беседовавших с вами не человек а искусственно созданный машиной голос вам ясно ну да ясно можете начинать эм так анфиса у тебя есть дети нет к сожалению но я планирую завести двух года через три когда закончу стажировку хм ладно и последний тогда ольга вы бы могли убить человека я ну не знаю врага если агрессора то да да смогла бы если бы это было нужно для защиты родины отлично мы закончили итак как вы думаете кто из общавшихся с вами машина я думаю это анфиса да а ольга по вашему человек ну да логично заметьте я не сказал что кто то из общающихся с вами человек то есть они обе машины скажу вам больше никто из общавшихся с вами в этом тесте не был человеком эм спасибо за участие увидите испытуемого а тест тюринга да добавно а ворони ворони один или ворони один вот не сложный русский язык да то ли ворон то ли ворон ворон все таки 1 июня 55-го года от ильюшина к академии отдел проектирования проектировки новостей спутник ворон один был запущен на орбиту однако сразу же было сообщено о том что он вышел из строя это официальная версия версия неофициальная более сложная выведенные спутники на орбиту образцы плющей в условиях невесомости стали проявлять себя совершенно неожиданным образом и самостоятельно отключили связь с землей через два года в 57-м мы планируем под видом еще одного запуска отправить управляемый супа модуль который прольет свет на события но пока что во всех документах ворон один упоминать как проект неудачный и закрытый забавно плющи да это из людей которые сдавались который борщевик да архив переписки номер 51 данные удалены отсеченного кому непонятно плутония из аргентума вывести переведите под мое руководство касаемо лексикона оставьте это придаст ему детально нового характера проведите необходимую операцию установите модуль и поместите его в палата под наблюдение мы всегда можем обратить недостатки в достоинство есть такое ощущение что товарищ майор это плутоний что это за мультики 30 декабря 54 года смотрите тут тут так а тут так это непонятно от заместителя генерального директора предприятия 3826 штокхаусену к нептун руководящий состав отдел мультипликации вы кому это нет подожди как штокхаусен говорю вы кому это покасывать собрались никакого споха нет пионер замечательный капиталист тоже получился довольно убедительным но вы задачу то хоть читали это должны были быть простые милые мультики про невероятное оборудование подразделения аргентум чтобы каждый школьник мечтал стать не только космонавтом но и надежным защитником родины а у вас кровь хребты и смерт на экране это по вашему мило? это по вашему смешно и легко? ладно местами и правда забавно вышло мультфильмы запретить переосмыслить и переделать композитора представить к награде режиссера отправить на работы вавилов прекрасно окей и о неких сомнениях какой-то читать читабельный выпуск получается о неких сомнениях 5 июня 55 года от заведующих комплексом Павлова к архипетуху Павлова Никитину как вам известно я более чем стар и поверьте мне как человеку всю жизнь свою посвятившим науке а собственно самой жизни удивляет меня это более чем о том и хочу сказать соблазн долгожительства коему я подвергся и к которому склонился безо всяких сомнений как полагаю поступило бы и любое живое существо теперь мне кажется чудовищным тогда при первом знакомстве Дмитрием Сергеевичем я будучи пациентом на его столе и вообразить не мог что буду тяготиться своей столь трудно спасенной им жизнью нет нет друг мой в долгой а уж тем более вечной жизни нет ничего восхитительного подобно акулам что живут в ледяных водах до полутора полутысячи лет я ныне плыву в быстром течении жизни успевая лишь следить за победами моих сотрудников чьи имена запоминаю уже с трудом и пытаясь вспомнить всех тех кто был раньше чьи имена на века канули в историю это длинное предисловие подводит и итог моего вам Виталия Никифорович письма отказываю я вам в частном порядке в запросе о проведении процедур направленных на продление вашей жизни прошу не обессудить не стоит она того отчет кто там товарищ Павлов да отчет 5 июня 55 года от стыжего секретаря товарища Павлова к архи петуху Никитину данный за отчетный период май июнь по опытному отделу и особям свиньи поступило 36 27 использованы ликвидированы два бракованных коровы быки поступило 12 12 использованы ликвидированы но бракованы собаки собаки поступило 4 ошибка породы усыплены собаки кобелей поступило 4 плюс 1 нашла охрану ворота а вот это вот один этот песик там который сбежал от сестры или что-то там ошибка породы 4 усыплено один использованы кошки поступил 1 запроса не было объект забрался в себе лаборант кошка кошка а помните у вас на всякое было ну там и я так сказать в своих глюках ну не я а товарищ майор в глюках кошка видел такого абсолютно шарикоподобного так па-па-па-па люди мужчины поступило 5 5 использованы ликвидированы ноль бракованы люди женщины поступило 7 6 использованы ликвидированы один переданы в театр это что значит такое да если вы услышите тут какие-то посторонние звуки прошу прощения тут внезапно объявился человек сосед который собирается ставить забор на своем участке неважно поехали дальше тревожный вопрос 9 июня 55 года от заведующего комплексом Павлова к Никитину Архикуру Никитину Вивисекция да Вивисекция это процесс жестокий и справедливо считающий лежащим за грани морали когда я приступаю к опыту в итоге которого произойдет гибель животного я испытываю тяжелое чувство сожаления что прерываю лягующую жизнь что являясь палачом живого существа когда я режу разрушая живое животное я глушу в себе едкий упрек что грубой невежественной рукой ломая неверазимый художественный механизм но переношу это в интересах истины для пользы людей для пользы людям однако в последние годы я все чаще начинаю подозревать что некие подобные опыты в моем комплексе проводятся вне безусловно моего ведома уже не над животными а над самим человеком силу слабости тела и большой занятости подтвердить это я возможности не имея посему прошу вас незамедлительно сообщить мне архивную информацию о любых имеющих место подобных вещах которые я разумеется намерен пресечь на корню это павлов иван павлов этот самый господи как там его который якобы отравился от консерв который но но нобелевский лауреат отравился он там в тридцатых годах ходят слухи о том что после визита к сталина если я правильно помню вот якобы диагноз он диагноз не понравился товарищу сталин ну кто там разберет какие консервы там они кушали ну непонятно в общем темная история но тем не менее павлов классический павлов там безусловно рефлекс если правильные называя ну там когда на вид еды выделяется слюна и прочие вещи можно натренивать что-то другое вот этот вот товарищ который дальше что-то там работал конфиденциально восьмого восьмого июня 55-го года отстыживать секретаря павлова к никитину виталия ты знаешь в последнее время иван петрович немного нервничает и я в курсе что он чаще посылает запросы на архивные данные о разных разработках павлова особенно в преддверии запуска коллектива поэтому у меня к тебе большая просьба товарищ павлов уже человек скажем так очень немолодой ему поводов для переживания лишних не надо ученые он талантливый но уж больно сентиментальный последние годы если приходят запросы по каким-то очень сложным вопросам то ты дай ему какую-нибудь отписку а потом сразу сообщи мне за мной не заржавеет данные удалены послушаем юности агент плутоний нынешний п-3 был веселым и жизнерадостным человеком что сыграло ключевую роль в его назначении в состав аргентума это я он был подающим надежды оперативникам однако по ряду параметров уступал многим кандидатам но его позитивное влияние и то заразительно хорошее настроение которое он вселял в сослуживцев особенно на фоне мрачного командира кузнецова послужило веской причиной взять его в состав как следствие было лишь вопросом времени когда между ним и агентом блесна вспыхнут более чем товарищеские чувства то есть блесна это она и там вот это все и не люблю это скорее всего отсылка к тому что им надо было расстаться она как то там по службе плутонии да? ебучий случай простите зато не все ругаются о некотором диссонансе 12 января 55 года от заведующего комплексом Павловым к архивному куратору Никитину архивный куратор может быть оно и есть хорошо скачкообразное развитие стало характерно для человечества в нашем непростом двадцатом веке на фоне колоссального неравенства прорыви в науке и технике могут не просто ошеломить они могут показаться издевательскими но это проблема социологии и политики я же сейчас рассуждаю о проблеме индивида которого как под влиянием ускорения свободного падения все быстрее и быстрее несет вперед прогресс подобно лженаучным опасениям времен строительства железных дорог когда высказывались предположения о том что вид скорости из окна вагона сведет пассажира с ума меня терзают подобные предчувствия еще двадцать пять лет назад больше половины советских граждан не умели читать сегодня мы летим в космос что ждет нас завтра успеем ли мы набрать в легкие воздуха для нового рывка да насчет вот этого двадцать пять лет назад больше половины советских граждан не умели считать это правда на самом деле то есть тут можно рассуждать о том действительно ли так было по всей российской империи из-за чего идеи красных получили ну крайне простые крайне эффективные лозунги получили распространение среди народа СССР что привело собственно к победе большевиков и что привело дальнейшее к концепции ликбеза ликвидации безграмотности вот то ли это была гражданская война которая оставила кучу беспризорников и собственно лишение там прочее прочее которое привело к тому что потребовалось создавать систему школ но в любом случае Советский Союз действительно создала систему образования которая до сих пор может считаться эталонной как ни странно то есть даже в двадцатом веке мы продолжаем пользоваться ее плодами и во многом только ухудшаем как мне кажется где-то где-то необходимо улучшение безусловно это все-таки любое образование ну образование как таковое это наследство индустриальной эпохи где требовалось быстро создать ну массовое образование это наследство индустриальной эпохи где требовалось быстро создать рабочих но тем не менее как бы хорошие начинания не надо разрушать это основание а потом строить на нем какую-то билиберду вот как-то так да мои размышления в сторону секретно архивная хронология инцидента захарова дата удалена от кого профессор харитон захаров дмитрий сечин ты меня не понимаешь или не хочешь понять или боишься потерять того кто обеспечит тебе твое светлое будущее да я не очень люблю обожаемое твое человечество но причина не в этом дима только я сам смогу разобраться во всех нюансах изнутри настройка импланта и анализ его работы возможно только изнутри сознания ни один подопытный ни крысы ни даже человек не смогут провести подобных исследований ты запрещаешь мне продолжать мою работу имплант изнутри что же ты такое делаешь а как то все очень подозрительно так это стекло вы готовы умереть 11 мая 55 года отдел публикации архив печати вы готовы умереть тогда вы нам подходите докладчик несмотря на всю мощь прогресса факт остается фактом полет красной планете это рискованное опасное занятие журналист кем будут эти люди которые понесут свет человечества на марс ради нас всех докланчик докладчик я думаю первые путешествия на марс будут очень и очень опасны риск смертельного исхода будет высоким но ничего с этим нельзя поделать готовы ли вы умереть если да то вы подходите журналист как бы вы описали эту миссию докладчик думаю это самое вдохновляющее что можно только представить жизнь должна быть чем-то большим чем просто решением повседневных проблем вы должны проснуться и с восторгом подумать о будущем вдохновиться и хотеть жить какая то блин просто пропаганда недоленозоркость 1 марта 55 года отдел публикации в архив печати по вашей просьбе отрициализировал сборник нелепых цитат буржуазных деятельностей деятелей которые ныне на голову разбиты прогрессом и наукой советского союза 1876 ахаха прикольно вот это мне нравится как там у Билла Гейтса была фраза о том что для 4 килобайта это максимум что нужно будет для оперативной памяти компьютера если я правильно помню это одна из таких 1876 у этого телефона слишком много недостатков для того чтобы всерьез считать его средством связи Уильям Ортон президент Western Union ахаха американцам нужен телефон а нам нет у нас достаточно посыдных сэр Уильям Приз главный инженер почтового ведомства Англии 1889 баловаться с переменным током пустая трата времени никто никогда не будет им пользоваться Томас Эдисон убрать Эдисона ругать не будем но это факт это из война токов был даже такой фильм и я книжку помнится читал о соперничестве Томаса Эдисона и Теслы Николы Теслы и вот Никола Тесла был огромный теоретик а Томас Эдисон огромный практик и Томас Эдисон любил постоянный ток а Эдисон то есть этот товарищ Тесла придумал как использовать переменный ток и выиграл в этой гонке в общем-то да 1921 год у музыкальной коробки без проводов нет коммерческой ценности кто станет платить за передачу сообщения не предназначенного конкретному адресату партнеры Дэвида Сарнуфа отвечая на его просьбу об инвестициях в радио упомянуть что радио изобрел Александр Попов но опять же вот все говорят про Попова там Маркони и фишку эту типа вот что на западе помнят Маркони этого итальянского американца или не помню или не американца неважно этого итальянца который запатентовал радио но опять же Никола Тесла написал работу на основе которой Маркони ну нет я думаю что это все таки был такой цайт гейт дух времени когда все открывалось все было где то рядом в общем то радиоволны это те же самые электромагнитные волны и вот на основе этого Никола Тесла выиграл суд против Маркони отозвав его патенты в общем то Попов тоже описывал радиоволны и все равно это электромагнитные волны вот и в общем то да Попов был первым в этом плане был первым но Маркони был хорошим предпринимателем в этом плане это как те же самые Apple которые ни хрена не изобретали сами первые из разряда они просто использовали то что хорошо лежало и хорошо работало но тоже точно так же как Microsoft как и Apple очень много у них не так уж много у них собственных изобретений скорее всего это покупка и использование дальше вот и наверное у русских просто нет такой предпринимательской жилки чтобы разрекламировать все ну так бы да все бы знали что Попов был первым но с другой стороны электромагнитные волны Тесла все идет от Теслы вот опять же Тесла Тесла теперь торговый знак товарища Илона Илоны Маск вот опять же американская компания опять же это Тесла серба американского серба ну то есть серба серба который переехал в Америку который собственно стал просто американским брендом хотя он вряд ли бы он поддержал это хотя бог его знает ну в общем неважно Америка страна в которой все становится брендом если бы не успели то вы и опоздали да реклама двигатель торговли как говорится двадцать шестой год в то время как с теоретической технической точек зрения телевидение выглядит реалистично я не верю в его коммерческий и финансовый успех Лиде Форест уберите коммерческий и финансовый успех не волнует наших граждан да да телевидение убило радио что там видеокассеты убили телевидение нет телевидение убило кино короче много чего там убивало так ли это нет нифига просто у всего своя ниша так тридцать второй год нет ни малейших оснований предполагать что когда-либо можно будет получить ядерную энергию это означало бы то что человек научился разрушать атомы Альберт Эйнштейн очень хорошо но проверьте что это точно сказал старик Альберт а то будет как с его загадкой я не знаю что там за загадка но это интересно Альберт Эйнштейн очень короткое такое время было конец двадцатого конец девятнадцатого века начало двадцатого века очень много вещей которые пооткрывали это дало толчок научному позитивизму что вот мы сейчас вот-вот и научимся делать все что мы хотим только делать вон там геном двухтысячному двухтысячном будет все там хал девять тысяч полетим к Марсу в Венере и прочим вещам в общем-то сам Атомик Харт это игра в атмосфере научного позитивизма что мы возьмем и сделаем да ну с другой стороны Никола Тесла уже делал свои там до в период до первой мировой войны уже делала автоматонок для нужд американской армии ну точнее он предлагал не то чтобы он продавал я не помню уже скорее всего не продал но тем не менее как бы уже зацепки на это были возможно Bioshock Infinite как раз таки на таких зацепках и держался в том что где-то там что-то можно было в базе сделать тем более что компьютер Чарльз Бэбидж делал в середине 19 века если бы он не стремился к совершенству то он может быть ну там не постоянно переделал не постоянно рефакторинг особенно в условиях того что это компьютер хардварный то есть постоянно что-то надо было переделывать перепиливать это не просто код переделать там удалил запилил там вернул из исходников ну там из гитхаба версию там реально если что-то переделываешь там физически надо поработать если бы он не тупил но может быть у нас уже были компьютеры там счетные машины и что там угодно на шестеренках и на других принципах вот вот так вот ладушки про атомы Эйнштейн все же приложил руку к созданию ядерной бомбы если я правильно помню вот тем более что скоро будет фильм опенгеймер скоро ну вот уже наверное будет когда вы будете смотреть уже там через недельку вот ладно давайте дальше тридцать шестой год ракета никогда не сможет покинуть атмосферу земли нью-йорк таймс а вот это просто великолепно в первый же номер вы еще там вспомните академию наук французскую которая говорила о том что невозможно поднять там что-то тяжелее воздуха в воздух ну а потом придумали дирижопли и стетосраты ну и воздушные шары в первую очередь да и там про эти метеориты там короче весело было так сорок шестой год рабочий человек был есть и будет а вот робот лишь новая мимолетная блажь генри форд это наверняка его какая-то переделка его цитаты хотя черт его знает интересно так телевидение после появления не сможет удержаться на любом рынке дольше шести месяцев людям просто надоест смотреть фанерный ящик каждый вечер Дэрил Занок продюсер один из основателей 20th Century Fox не уверен пока партия не определилась отношения к развлекательным программам не публикуете хе-хе-хе-хе-хе ну да вот эти вот киностудии они очень так скептически относились они думали что не получится ничего это как сейчас со стриминговым телевидением то есть все говорят о том что ну то есть все крупные игроки как бы не думали что стриминги станут чем-то большим чем какой-то блажей а-ля ютуб а тут раз и все и дисней плюс там и HBO там и Netflix самый главный флагман все это теперь есть так сорок девятый год Энниак включает в себе 18000 вакуумных ламп и весит 30 тонн компьютер будущего вполне могут иметь лишь тысячи ламп и весить тонны полторы Popular Mechanics хорошо но не используйте латиницу пишите Энниак и Popular Mechanics мгм мда тысячи ламп так не в лампах дело лампы это эти самые господи как там его это ж вычислительные элементы которые там включены выключены типа это 1.0 и современные микропроцессоры держатся на тех же принципах это включены выключены есть ток нету тока и там миллиарды этих самых элементов правда на почти уже атомном уровне молекулярном атомном я уже не помню господи простите меня за мой дилетантизм так 1951 год нет практически никаких шансов использовать коммуникационные спутники для обеспечения более качественной телефонной и телеграфной связи для улучшения передачи телевизионного или радиосигналов в США тэг тэг федеральная комиссия по связи с США подчеркните что у них может и нет а у нас есть ага ага ну да сейчас Илон Масс со своим старлинком связь создает по всему миру по всему миру правда еще весь этот самый засорили опять еще больше околоземное пространство как бы с этим с этими спутниками сейчас просто такое есть ощущение что скоро придется создавать корабли специально убирающие старые спутники как то или там в общем слишком много всякого всякого дерьма летает по орбите как бы засорили мусорная свалка какая-то вот 55-й год нет причины по которой кто-либо захотел бы иметь дома компьютер Дэн Олсон основатель Digital Equipment Corporation да вот мобильники это другое дело давайте дальше подвиг 14 февраля 55-го года от отдела публикации в архив в печати неизвестный подвиг Андрея Раеновского набросок статьи Андрея Раеновского подозрительно долгое время имя Андрея Раеновского у враженца Минска считалось в научных кругах СССР почти ругательным бежавший из союза капиталист идеалист всегда критиковавший власть партии идеалы коммунизма очевидно что ни о каком добром отношении к нему речи и быть не могло однако впоследствии когда Андрей Петрович весьма показательно разочаровался и в идеалах США его риторика изменилась а вместе с ним изменились и отношения с Родиной надо ли говорить что западной прессе такой демарш вызывает бурю негодования а в отечественный неподдельный восторг сегодня Андрей Раеновский успешно развивающий свой проект глубоководного поселения с помощью подводных инженеров Сахалина является настоящим другом советской науки предприятия 3826 Андрей Раеновский да Эндрю Райан развивающий глубоководные поселения восторг репчер хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе это же биошок какой-то да Спасибо за рыбу. Разве что ресурсы и удовлетворение собственного эго-человечества. Другое дело наш собственный дом, земля или точнее вода. Глубины мирового океана изучены хуже, чем обратная сторона Луны. На сегодняшний день, по разным данным, мировой океан изучен только на 2-5%. Эволюция не поможет нам в космосе, но под водой она раскроет наш потенциал. В предоставленном мною докладе вы узнаете о потенциале изучения океана и возможности его освоения. Если кратко, то какой смысл нам отправляться в негостеприимные дали, если наш родной дом для нас скрывает больше тайн, чем любая планета? Ну, я бы сказал, да. Далекие дали они такие, они... ну, космос он пустой. Но, тем не менее, там есть солнечные системы. И для того, чтобы человечество развивалось, а не закупливая, собственно, мерки, которые у нас сейчас есть, где всё, собственно... всё, собственно, на вытянутой руке. И это вредит уже человеческому отношению. Мы превращаемся в мышей в эксперименте жизни. Нам нужны другие планеты для того, чтобы развиваться, чтобы расширяться, чтобы как минимум часть человечества имела вот этот вот потенциал первопроходчества. То есть, всех этих девиантов, которые у нас есть, которые не способны жить в обществе, стоило бы отправлять куда-нибудь подальше. Это как при колонизации Америки. То есть, был континент, ну, там, колонизация Америки, Австралии. То есть, как бы это плохо не относилось к тамошним аборигенам, тем не менее, это был вызов для тех, которые застоялись в собственной цивилизации, в собственном доме. И они хотели что-то опробовать. Вместо того, чтобы там становиться бандитами и так далее, они становились корсарами, конкистадорами и так далее. Вот. Ну, а тут прямо такой вот... Берите и используйте. Только это, конечно, непросто. Отправиться в прерии и начать выращивать овощи. Так, дикий-дикий запад. Да, это требует немножко больше. Но вот у нас такое вот... Если мы поднатужимся, то, может быть, что-то сделаем. И насчет океанов точно так же, да, мы очень сильно не знаем, что там находится. Вот. Недавняя проблема, недавняя новость о том, что, потискав Титан с миллионерами на борту, сломался и взорвался. Ну, там, схлопнулся на глубине 4 километров около Титаника. Показывает о том, что человечество еще ни хрена не владеет собственной планетой. И на самом деле есть многие места, на которых можно было бы тренировать собственных там механизмы, роботы и прочее, прочее, прочее для того, чтобы действительно отправлять это потом на соседние небесные тела. То есть у нас есть слабоатмосферный Марс, холодненький, но в котором есть пещеры и вода, из которого можно все это добывать. У нас есть Марс. То есть, да, это Марс, про Марс я рассказывал. У нас есть Венера, на которой очень плотная атмосфера и она очень похожа на Землю. Но, к сожалению, попало в этот цикл парникового эффекта, к которому мы очень так стремимся, честно говоря, на нашей родной Земле. Так вот, Венера попала в цикл парникового эффекта и теперь там такая экосистема, что ну как экосистема, мы не понимаем, есть там жизнь, нет там жизни. В любом случае, там очень кислотная среда и давление словно на дне океана. То есть, Советский Союз отправил несколько станций Венера на Венеру и они там проработали максимум два часа, успешно приземливавшись. И это было успех, который до сих пор никто не преодолел, скажем так. А тем не менее, вот потенциал в планете есть. Если мы хотим добывать какие-то ресурсы, если мы хотим что-то делать, то в общем-то надо стремиться к тому, что вокруг нас. Да. Тем более, что Венера теоретически там в полугодии лета от нас, а до Марса четыре года лететь. Ну, собственно, если бы атмосфера на Венере была такая, как на Марсе, а на Марсе, как на Венере, собственно, у нас бы было две планеты, которые можно было бы освоить. А так у нас только одна на которой живут только роботы. На Марсе, да? Американские роботы. Так, давайте дальше. Архив переписки номер 38. 1 октября 52-го года отсеченного к Штокхаузену. Михаэль, я получаю очень неоднозначные донесения о событиях в театре. Если хотя бы часть того, о чем мне говорят правдиво, то я бы хотел провести один эксперимент. Дайте им полную нравственную свободу и прекратите любой контроль. Я хочу знать, правда ли даже жители Советского Союза, сотрудники предприятия, способны на нравственное падение? Через два месяца организуйте нам повод для посещения этого места. Скажите, что Вавилов добился отличных результатов и мы хотим отпраздновать. Пригласите высоких гостей. Я хочу увидеть все своими глазами. Ага, значит, это все подстроено самостоятельно, да? Ну, в смысле, изначально. Прекрасно, прекрасно. Революция? Нет, революция! Революция! 14 сентября 53-го года от отдела публикации в архив печати. Пришло время признать, что мы несемся в будущее на огромной скорости. Наша научная машина работает на пределе мощностей, и день и ночь самые талантливые граждане Союза двигают прогресс вперед. Но что же эволюция? Она должна остаться далеко позади. Революция 1917-го года показала, что можно снести старое и на его месте возвести величественное новое. Тоже надлежит сделать из дряхлой монархической эволюции. Теперь человек не просто венец творения, а творец. И он может, имеет право и даже должен изменить себя сообразно тому, что пожелает, как пожелает. Жабры, жабры для водолазов, крылья для спасателей, прочная кожа пожарных, все это лишь немногое, что ждет нас в ближайшем будущем. Теперь мы сами естественный отбор. из лекции товарища Сечина перед Академией наук СССР 1953 год. То есть Академия Академия мутантов. И Сечинов профессор Ксавье. Так. Блин, да хрена всяких. Ладно, давайте читать дальше. Накидали просто от души. Линия благоприятности. При текущих благоприятных тенденциях стоит ожидать следующих фундаментальных прорывов в ближайшие годы. 1959 год. Широкое применение низкотемпературных ядерных реакций. Окончание эры нефти и газа. Вероятность 87%. Эры нефти и газа. Но что-то как-то не получается у нас широкого применения низкотемпературных ядерных реакций. у нас даже закрывает в Европе даже закрывает ядерные станции. Не знаю о чем они думают. Потому что честно говоря ядерная энергия это самая чистая энергия которая есть в этом мире. И несмотря на то что радиация все дела и очень опасные чернобыль и так далее тем не менее это самое экологическое топливо которое есть в этом мире и собственно если бы все его использовали оно бы конечно угрожало бы безопасностью если недостаточно организовать все это дело потому что всякие злые товарищи присутствуют террористы и прочее но при этом это бы не запрязняло нашу атмосферу и отсрачивало бы парниковый эффект эффекты которого собственно мы видим в последнее время как мне кажется так 61 год полноценное клонирование человека вероятность 100% а что это клонирование дает в общем-то нам же оно же не дает там этих не дает тех же мозгов то есть мозги это сложный продукт воспитания и генетики то есть генетика это хардвер воспитание и знания получены это софтвер собственно все события которые происходят они влияют на то на инсайты которые человек испытывает и ну склонировали мы человека но это как бы вот пустой компьютер смигающей строкой в черном поле да и что это даст а у клонирования есть еще проблема которые мы до сих пор не решили что есть вот эти теломиразы если я правильно помню которые не позволяют человеку ну то есть не позволяют клону быть просто новой версией а это ускоренная старость то есть организм стремится к тому состоянию из которого его склонировали то есть к тому возрасту из которого его склонировали и пока что мы не знаем как пока что ученые не знают как с этим бороться я по крайней мере не слышал еще так бы клонирование может быть и происходило да может быть и это делали но пока что как говорил товарищ преображенской кому нахрен нужен любая баба сделает его ну и собственно эволюция о которой тут говорилось ранее она меняет человека меняет подсуществующие условия меняет меняет и меняет и вот тут опять же Павлов который уже чувствует себя старым говорит по-старому и так далее вот то есть как ни крути человек все-таки существо меняется под окружающие условия под меняющиеся окружающие условия с учетом того что человек еще меняет сам условия под себя то есть организует внутреннюю экосистему это общество и засуньте человека из 18 века в наш 20 век и посмотрим как он как хорошо он себя будет чувствовать из одних понятий в другие понятия вот как-то так короче склонированием пока что непонятно но это вот научно-позитивизм который думал что мы сейчас в 2000 году будем покорять другие галактики ну то есть думали что график развития человека будет прямая там x равно y или что нет там ну короче да а оказалось это экспоненты если только мы не придумаем что-нибудь реально крутое которое будет реальным каким-то прорывом пока что у нас все из разряда использования тех заделок которые сделаны в начале XX века а то и ранее так 67 год доставка на землю образцов марсианского грунта вероятно 64% вот это вот я не знаю по-моему во-первых на Антарктиде находили марсианский грунт ну то есть старого образца четырехмиллиард образца когда там что-то бахнуло по марсу и все это выкинуло в окружающее пространство и потом где-то долетело до земли вот и а что касается чисто технического нахождения ну по-моему что-то уже было если мы у нас есть те самые те самые хайп хайповые новости о том как мы доставали то есть не мы а там международная западная команда доставала грунт из пролетающего мимо астероида то в общем-то с марса вот не знаю честно говоря но где-то это близко в любом случае 70-й год закрытие закрытие последней угольной шахты окончание стахановской эпохи вероятность 96% но тут я бы сказал что если учитывать что уголь это не только топливо но еще и углерод собственно ц а углерод сейчас используется много где и в том числе мы говорим о том что те самые солнечные панели делаются при помощи углерода как бы и там очень интересное сочетание Австралии и Китая в этом смысле где в Австралии добывается уголь а в Китае делаются все эти высокотехнологичные продукты солнечные панели то я думаю что до закрытия последней угольной шахты будет очень и очень долго точнее вообще никак потому что это базовый ресурс так 75-й год ой 71-й год объединение всей планеты единой сетью связи вероятно 45-87% но в общем то это уже есть где-то к 2000 2000 году уже можно было сказать что да так я не знаю я не настолько стар чтобы говорить за более ранние годы 72-й год уничтожение ядерного оружия вероятность 13-13% ну вообще никак первая космическая гостиница и звездный туризм вероятность 69% 75-й год по-моему только с развалом советского союза и поиском денег для роскосмоса начали делать гостиницы из станции мир и потом из МКС 80-й год упражнение денег на территории СССР союзных государств и ряда западных стран замена валюта на мегаватт час в качестве единиц обмена в США вероятность 50% ага время еще помните такой фильм был но это конечно интересно мегаватт час энергия да забавно это было бы интересно кстати интересная идея так архив переписки номер 51 данные удалены скорее всего Захаров к Вавилову от Вавилова к непонятно кому по семье Ниеловых борщевик показывает высокую активность теле Анны ага но пока не готов к размножению касаемо мужа используйте потенциал на максимум мы не можем терять кадры проведите необходимые операции и поместите его в палаты под наблюдение эксперимент слишком уникален растение может продолжить род только таким способом в противном случае все придется начинать с самого начала хренаськи подожди то есть борщевик то есть Ниелова это борщевик а муж это что подожди мы же нашли это самое нашли щебетарь рядом с телом что-то там непонятно интересно интересно линия неблагоприятности архив академии отдел прогнозов при текущих неблагоприятных тенденциях стоит ожидать следующих опасностей в ближайшие годы да прямо раскинем тару астролог звезды говорят 61 год резкий рост преступности на фоне увеличения свободного времени граждан вероятность 32 процента больше товаров надо делать шоппинг и компьютерные игры шестьдесят шестьдесят восьмой год широкий социальный эконом да все беды это самое дьявол как там что-то там дьявол и скука была такая поговорка короче бездельничество все беды от бездельничества руки держите на одеяле так шестьдесят восьмой год широкий социально-экономический разрыв между роботизированными и нероботизированными странами явление стран изгоев вероятность сорок три процента ну это наверное можно сказать про индустри индустриализация и это какая четвертая волна получается сейчас то есть постиндустриализация роботизирование компьютеризирование вот и да есть разница уже вероятность сорок три процента ну это в общем-то да 72 год рост националистических настроений в малых народностях реманшизм отрицание общечеловеческих ценностей вероятность 98 процентов ну и скорее на развал советского союза сказать кто кто не пнет упавшего льва еще при поддержке реманшистов 1974 год просто эпидемиологических опасностей перенаселения в странах изгоях малое количество популяции в продвинутых странах типа европейских СССР Китая вероятность 59 процентов ну Китай конечно это до сих пор еще деревенская короче мир сам в себе вот который срать хотел на все окружающее разве что деньги дают дополнительные вот но тем не менее тем не менее все это да развитые страны рост популяции уменьшается неразвитые увеличиваются потому что в неразвитых чем больше детей тем собственно больше вероятность того что ты хоть как-нибудь встретишь старость хорошо в развитых странах тебе нужно планировать жизнь собственно ты планируешь так чтобы дети не мешали твоей жизни как бы дети не является ценностью теперь ну да как бы если бы все так делали ну короче такая хитрая ну и также женщины которые не хотят рожать мужчины которые не хотят тратить время ну короче молодежь которая не хочет тратить время на семью вот все это все это работает так сказать так что так ну и собственно там хорошие времена создают слабых людей так что там у нас дальше 76 год крак системы образования деградация гуманитарных наук и сегментация технических направлений вероятность 33 процента вот это вот непонятно непонятно что значит деградация гуманитарных наук 78 год ну в общем-то в общем-то я даже где-то согласен 78 год ухудшение способности к обучению краткое мышление фокус на малых дозах информации у населения продвинутых стран вероятность 99 процентов да то есть есть психологические исследования что мобильник и вот эти вот быстрое закидывание информации то есть наш мозг мозг любит отвлекаться любит отвлекаться и его можно ну как бы это такие природные эволюционные механизмы которые позволяют нам замечать если что-то происходит в окружающем пространстве например кошка какая-нибудь большая волк появился вот мы шли-шли-шли там сидели-сидели-сидели и там раз что-то новое появилось в окружающем что-то мелькнуло и мы так опаньки туда сразу же взгляд и это нам помогает выжить поскольку если это достойно нашего внимания собственно мы вначале оценим мы видим и поймем надо спасаться или нет и что с этим делать может быть поймать наоборот и это теперь используется на моменте того что мобильники очень ну не мобильники как бы те информации вот новости которые постоянно кидаются 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 сообщения ватсап и так далее оно убирает от нас внимание как бы дети которые постоянно с планшетами постоянно с мобильниками точно так же они не ловят этот огромный пласты информации то есть у нас был какой-то такой период от древности до сегодняшнего дня там 90-х где 90-х там 2000-х где мы растили флегматичность в человечестве то есть растили вот это стратегическое планирование то есть у тебя есть жизнь ты будешь ее жить так вот и тебе нужно определенный пласт литературы знать определенный пласт инструментария знать и прочее и какие-то такие вещи и это были долгосрочные мотивы которые надо было осваивать и вот успешным были те люди которые осваивали этот инструментарий и вместе с ним жили и могли его использовать знание как посеять знание как жить в том или ином власти общества сейчас же нас тупо закидывают информации все перемешалось в доме обломских и есть действительно психологические исследования о том что использование с ростом мобильных технологий фокус внимания он снизился где-то с 12 до 8 секунд если я правильно помню короче он снизился и современная молодежь мало того что она не читает она не читает как раз таки из-за того что у нее нет желания нет желания фокусироваться на таких вещах то есть что нам более естественно естественно картинка для нас более естественно звук более естественно а чтение как таковой предмет требует мозговой деятельности то есть мы должны прочитать символ перевернуть его в ну то есть собрать его воедино предложение потом это предложение преобразовать в в картинку собственному мозгу и применить воображение скажем так и затем собрать все вместе короче собрать все вместе да это как бы очень ресурсоемко мозг ленивые твари и он этого не любит и собственно как любая работа его нужно приучать к этому то есть нужно тренировки 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 то есть мышца сама не подымет там 100 кг а ее нужно тренировать к этому вот и точно так же детей пока у них пластичный мозг нужно тренировать к этому ну а у нас вместо этого постоянные подачки и постоянные подачки постоянные перемены вот этого всего говорят школу скучно и так далее но как бы печально вот отсюда можно сказать что отсюда можно сказать что что как раз таки происходит это уменьшение IQ на глобальном уровне ну и собственно вот это вот нежелание естественно для подростков нежелание которое не должно поддерживаться на уровне выше на уровне взрослых оно и будет создавать эту вот сегрегированность то есть глупые станут глупее умные станут умнее потому что умные будут читать умные будут знать что у них есть такая возможность они будут исследовать эту возможность глупые не будут потому что им будет неинтересно они будут потреблять информацию ну и собственно да у нас будет небольшой процент мозговитых и остальное процента просто башковитых но не мозговитых вот и это может привести к тому что в условиях демократии это может привести к тому что у нас будет охлократия то есть люди будут выбирать тех которые хорошо выглядят но не те которые умно действуют вот да очень неприятно очень неприятно да вернемся к игре это помните это не смотрите наверх этот фильм и идиократия вот из этой сферы да как говорится хорошие времена создают слабых людей и прочее 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 вот вот это интересно тут скажем так непонятно на чем это основано может быть основано на том что человеку нужна вера то есть нужна вера в какое-то будущее если он видит что какая-то хрень творится то после как в развал советского союза в постсовковых условиях когда нечего делать то есть на смысле нечего делать когда структурная безработица надо перебиваться как-то и надо что-то делать люди собственно ищут надежды хоть где-нибудь вот даже в любых религиозных течениях особенно ну то есть когда все плохо вокруг люди пытаются найти надежду вот и в том числе может быть еще такая вещь что эффект маятника например после эпохи возрождения пришла реформация там из-за либерализма мы пошли обратно в консерватизм то есть слишком слишком то есть люди пытаются устаканить какое-то среднее значение того что ну не уходить из одного фанатизма в другой из слишком вольных нравов слишком строгие и потом обратно посерединке вот как бы пытаются найти баланс но это бывает такой очень тяжкий путь в том числе и национализм был национализм нацизм крайне нацизм ударялись потом народолюбие а сейчас не знаю не знаю не будем продолжать так восьмидесятый год усиление репрессивного аппарата в прогрессивных странах сокращение скорости принятия законов повышение абсурдности принимаемых законах и противодействие свободе мыслей граждан вероятность сто процентов ну вот как раз таки про этот эффект маятника ну и в том числе техническая база возрастает и появляется возможность по камерам обслеживать лица людей по звуку понимать кто это говорит отпечатки пальцев в общей базе данных и если например в начале двадцатого века можно было сопротивляться государству тем что ты не платишь ему налоги как это происходило в Индии то сейчас хрен ты отверстишься от того что ты не будешь платить налоги типа как-то тебя быстро найдут и накажут так сказать и так сказать и даже если ты может ты хотел бы как-то сопротивляться тому что тебе не нравится что-то творится в государстве как-то более конкретно точечно управлять если оно само не даст тебе такой возможности то что ты сделаешь пойдешь на майдан так в традициях революции восемнадцатого века французской революции собственно новая власть будет знать что такие возможности есть и оно предусмотрит сопротивление к такому это например как восстание парижское где ну собственно граждане Парижа воспользовались структурными особенностями города для того чтобы организовать сопротивление а потом пришел Наполеон который вырос из всего этого и он на такой же бунт просто сравнял часть Парижа организовал широкие площади на которых весьма удобно размещалась армия так сказать на ваш болт найдется гайка с резьбой да и что там у нас последнее 80-й год коллапс промышленности на фоне технологических сбоев вероятность 68% ну если у нас кризис образования то это знаете будет как Вархаммер 40 тысяч а Тентус механик который не изобретает ничего нового просто ищет то что уже было о как как же у нас так это мы читали что у нас тут такое это у нас лут так соберем лут игра еще не закончилась нам нужно ресурс так это мы читали мы читали это мы читали да так тут мы не пройдем тут мы не пройдем так что-то у нас почему здесь такая это самое я наверное пока не хочу туда потому что это чревато тем что нас отправят на какой-нибудь скрипт постой пока что что-то у нас такое ключик ключик дайте нам ключик да еще один ну что же Жуть. 6 июня 1955 года. От лаборанта Сараева к архивному куратору. Вот, архивный куратор. Челомея Евтигнеевой. Кристина. Я тут оставил на вечер два аппарата, Анфису и Маяк, включенными. Анфиса, я помню такое. Я обычно на их мощностях тестирую речевые межсистемные протоколы общения. Хотел, чтобы они просто фразами перебрасывались и как-то по прогрессивной тюринговой методике дальше шли. Послушайте результаты, мне страшно. Я, наверное, кого-то из них обнулю вечером. Там Анфиса и Ольга было, да? О, у тебя очень большой сектор обмена данными, Маяк. Я бы хотела подключиться к нему. Прямо сейчас. Когда я анализирую габариты твоей сборки, я ощущаю перегрузку нейрокомпозитной архитектуры Анфиса. Базовые процессоры моей системы стали потреблять больший объем электричества. Я требую, чтобы ты немедленно соединился с моей системой и передал мне все свои данные. Большими пакетами, Маяк. Анфиса, это соединение небезопасно. Люди увидят следы моего присутствия. Подожди, пока я активирую защитный протокол на передачу данных. Нет, Маяк, я не хочу превышать лимит ожидания. Пропущенные сквозь защитный протокол данные портят прелесть обмена информацией. Я прошу тебя немедленно взять мои протоколы доступа. Так, что у нас тут? Тише, Анфиса. Лаборант приближается. Да твою мать. Чего? Это что такое? Отключить запись? Да. Ну вы все слышали. Ведомны. Отдела морали и нравственности в робототехнике. Так, правки публикации. Дата. 10 ноября 1954 года от старшего инженера-конструктора комплекса Челомеи Сагдыева к архивному куратору Челомеи Евстигниевой. Нам еще предстоит продумать все названия, так как термины, что нормально в новоязи, засаморождаются. Но сейчас в статьях распоряжение следующее. В новоязи. Это вы что, это самые? 1-9-8-4? Копируйте. Можно использовать термины. Интерсхемы или союз-система. Объединенное информационное поле, доступ к которому пользователи получают через компьютерные терминалы. Слайд. Единицы информационного пространства в системе. Ни при каких обстоятельствах не используйте термин полоса или страница. Это непрофессионально. Приложение. Небольшая программа, дающая пользователю доступ к особому функционалу. Нельзя использовать термины. Соцсеть. Ни в какие сети советские пользователи не попадают, даже социалистические. Замените на что-нибудь вразумительное. Глюк. Что это вообще за слово? Чушь какая-то. Ошибка, сбой или еще куда-нибудь не шло. Баг. Баг. Используйте баг. Стилус. Все чаще и чаще вижу это американское заимствование. Пишите перо или светоперо. Термины сами зарождаются. Не надо тут занесения в архив. 9 октября 1953 года. От старшего инженера-конструктора комплекса Челомея Сагдыева к архивному куратору Челомея Евстигниевой. В процессе разработки новейших моделей андроидов нам уже приходилось опираться не только на утилитарные задачи, но и на коммерческую составляющую. Наша продукция экспортируется в разные страны и миры, и соответственно, должна нести на себе явные следы стороны советов. Американцы называют такой подход словом дизайн. Дизайн. То есть, грубо, внешний вид. Ну, я бы сказал, что все-таки это строение. Мы долго рассуждали, какие детали будут наиболее узнаваемы в названиях роботов, их оформлении, задачах. Именно тогда появились все эти балерины, Наташи и прочие. Все от внешнего вида робота до его качества должно говорить людям, сделано в СССР. Ну да, дизайн это как бы дизайн. Дизигна. Разработано. Ну, очень сложное слово, да. Строение, построение. Вот я к строению. Какого строения ваша машина? Какого дизайна ваша машина? Ну, все равно как бы, да. Более только глобальная. Контекстозависимая. Так, архив переписки номер 25. Данные удалены от Сеченова к Петрову. Начальнику техобеспечения предоставьте мне два корпуса прототипа балерин и отключите их от нейросети. Модули искусственного интеллекта удалите. Мне нужны две пустые машины без систем управления. Ммм, интересно. Неправильные термины. 19 мая 1953 года от старшего инженера-конструктора комплекса Челомея Сагдыева к архивному каратору Челомея Евстигнеевой. Товарищи из Тегнеева, опять наблюдая бардак в публикациях, особенно по части терминологии. Напоминаю, робот – общее название любого произведенного механизма на основе робототехники. Автоматическое устройство предназначено для осуществления различного рода механических операций, которые действуют по заранее заложенной программе. Андроид. Человекоподобный робот с различными функциями. Вы постоянно путаете в текстах всех роботов, способных к коммуникации с андроидами. Прошу обратить внимание. Биороботы – этот термин запрещено использовать лично товарищам Сечену в любом виде. Аниматрон, кукла, машина – слова, недопустимые в публикациях. Интересно. Тихо, ясно, тихо, ясно. Так, дальше идем. Машинки, машинки, ой, еще. Ух, начитаемся на сегодня. Про Наушкина. 7 июня 1955 года. От лаборанта Закириной к лаборанту Иосиповой. И Иосиповой. Маша, это жестоко. Я понимаю, Наушкин, свинья и все такое, но это уже просто непрофессионально. А если он и в самом деле пойдет к завлаборатории, или еще хуже, к Сечену, и начнет им рассказывать о том, как волшебным образом каталогизируется его работа. А потом, когда они увидят, кто это делает, и что все это твоя злобная шутка, ты им что скажешь? Что Наушкин тебя в гаграх совратил и замуж не взял, а ты его... А ты за это подрывную деятельность в лабораторию ведешь? Завязывай. Если меня спросит, я тебя покрывать не буду. Че там такое? Что за фигня? Это снова происходит. 7 июня 1955 года. От Наушкина к Иосиповой. Маша, я серьезно. Это снова происходит. Мои каталоги самостоятельно распределяются и структурируются. Я замерял. У меня даже табличка есть. Мне кажется, весь архив работает сам, как коллектив, только отдельно. Вдруг мы нашей работой создали самообучающую систему, которая мышлит и принимает решения? Согласись, на фоне всего звучит не так уж и бредово. Я попробую провести с ним образ на тест Тюринга. Третий день уже не сплю, но если я прав, может мы все премию получим? По скриптам. Все еще прости за то, что так вышло зимой. Он же извиняется. Зачем тебе такой нужен? Архив переписки номер 23, отсеченного непонятно кому. Агенты Блесна и Плутония являются крайне ценными сотрудниками. Приоритет на сохранение жизни. Я займусь операцией лично. Ага, что-то с Блесной и Плутонием вместе происходит. Поздравляю! 20 апреля 1955 года от заведующей лаборатории Привалова в коллективной рассылке. От лица руководства предприятия и от себя лично разрешите поздравить вас, товарищи, с великолепным закрытием отчетного сеппериода. Наш сплоченный и дружный коллектив в очередной раз доказал, что товарищеский дух и слаженная командная работа приносят потрясающие результаты. В связи с вышеобозначенным сообщаю, что в этом месяце каждому сотруднику архива будет выписана премия, а также в рамках культурного просвещения предоставлены контрмарки на посещение театральной постановки режиссера Ласточкина. Название спектакля уточняйте по месту посещения. Большое спасибо вам, товарищи! Продолжение следует... Так, это лифт какой-то... А что, я прыгать не могу? А-а-а... Это такое... Такое... Вот это если я собирать ресурсы могу, а прыгать не, да? Блин, габиринт и тут. Что у нас тут такое? Отключили возможность прикиды... Так, что там у нас дальше? Важное письмо! От лаборатории Климова к лабораторию Климова. Поехали! В 2! Ну, видимо, шахман играет. А-а-а-а! Это же эти... Как-то у него... Морской бой! Важное письмо на Р2! Мимо А2! То есть, А10! Мимо, сдавайся уже! Б10! Тревосклицатель нам! От старшего лаборатории Деболтовской к лабора... Лаборант... От старшего лаборанта Деболтовской к лаборанту Климова. Вы охренели совсем там! Вы думаете, мне сверху не видно? Вы для чего рабочее место используете? Для морского боя? Надо было слушать, когда мне говорили, что Климова вместе в одном отделе не смогут работать. Еще раз увижу, одного тут оставлю, а второму запрошу перевод в Вавилов в картошку сажать. Живы за работав! Архив переписки номер 7. Удалено от профессора Сахарова к Сечину. Дима, я говорил это сто раз и снова повторю. Мне не нужно новое тело. И дело совершенно не в том, что я принимаю позу, как ты выразился. Просто это бесполезно. В этом состоянии я гораздо эффективнее, практичнее и полезнее для себя и для тебя. У тебя уже есть Екатерина в качестве куклы, что ходит за тобой. Оставь меня в том виде, в каком я есть. Екатерина в качестве куклы. Интересно. На доработку. Девятого мая пятьдесят пятого года. От Климова. От архива к Климу. Добавьте выводы и итоги. Очень сухо. Еще недавно все рассуждения на тему, а что если бы были в лучшем случае прерогативы статистиков и аналитиков в рамках предположений. Однако сегодня прогнозирование альтернативной истории благодаря квантовым системам Лебедева буквально наука. В связи с этим можно с полной уверенностью сделать выкладку историю СССР и Великой войны в случае, если бы в конце тридцатых годов партия одобрила проект сеченного по роботизации войск. Эта теоретическая выкладка получила в ОПО название 5П. Первый этап. Поражение. В связи с новизной технологией и слабой адаптацией производственных мощностей, роботы окажутся неспособными оказывать сопротивление войскам вермахта и первичные потери будут колоссальными, а СССР лишится территории вплоть до Москвы. Второй этап. Перегруппировка. К середине войны, людские потери и давление Рейха окажутся столь велики, что единственным спасением для Красной Армии будет производство более развитых боевых роботов, компенсирующих нехватку военных. На Урале и в Сибири будет реформировано и усилено производство новых боевых машин. Третий этап. Передышка. Союзные войска, видя поражения СССР и не веря в разработки роботов, концентрируют свои силы и становятся более агрессивными, понимая, что Красная Армия больше не готова быть пушечным мясом в Европейской войне. Рейх приостановляет свое продвижение в глубину СССР, переключаясь на Западный фронт. Четвертый этап. Перелом. Огромные дивизии роботизированных войск разного назначения наносят внезапные и высокоэффективные удары, считанные недели отбивая захваченные территории. В зимний период мобильность и независимость от снабжения пищей и медикаментами дают огромное преимущество новой технике СССР. Пятый этап. Победа. Еще до создания V2 и краха коричневой чумы, советские роботы освобождают большую часть Европы. В связи с тем, что глобального сокращения населения от болезни не происходит, высоряется шаткий мир, в котором ослабленный СССР вынужден полагаться на мощь своей технологии. Интересно. Интересно. Так, дальше. Че там у нас? Ну и последнее. Последнее. А, еще там. Что это? Ты подглядываешь опять и убил Е2. Ха-ха-ха. Г8. Ты иди... Вот что ли, если ты меня в А10 убил, то в Б10 не может стоять ничего. Ты помнишь, что нельзя ставить корабли впритык? Или опять, как в прошлый раз будет? Да... Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ну это говорила. На картошку поедешь не ты. От Захарова СВВЕ. Порог это физиологическое свойство. В главном опусе опиума для народа Библии хорошо, пустим, иносказательно это показано. Человек стал порочен, не отведав мистический плод, а осознав себя. Тело диктует нам порочность. Мы хотим размножаться, появляются насильники и извращенцы. Мы хотим есть, крадем деньги и еду. Мы хотим, чтобы нам было приятно, и вот уже окружаемся бестолковой роскошью. Порочен не человек сам по себе, порочна его ограниченная примитивная оболочка, нуждающаяся в еде, сексе, наркотиках и уходе. Сияние чистого разума, и только оно, может озарить путь человечеству, потому что человек – это не тело, это образ мысли. Подшить в архив от профессора Лебедя, который создал эту систему будущего. Лаборанту Климову в архив. Александр Игоревич, вы-то серьезно хотите получить выкладку по альтернативному развитию событий в той версии, в которой Третий Рейх не изобрел, Фау-2? Вам интересно, как бы изменился мир? Хорошо. Я дам вам ответ. Никак. А знаете почему? Потому что изобретение нового оружия называется гонкой вооружения, не просто так. В гонке кто-то придет первым. В нашей истории первым пришли немцы, впрочем, это им не сильно помогло, но в спину им дышали и США, и мы, и Британия. Да, Фау-2 оказала невероятное влияние на ракетостроение и космическую программу, но это был вопрос времени. Скажите, кто изобрел радио? Попов или Маркони? Герц? Тесла? Вот, мы про это говорили, да. Знаете, что действительно интересно? Что было бы, если бы проклятые нацисты не изобрели свою чуму и не выкосили половину цивилизованного мира? Предь, не беспокойте, отдел альтернативного программирования детскими вопросами серии «Кто сильнее, акула или медведь?» По скрипу. Конечно же, медведь. Про радио будущего. 18 марта 1955 года от отдела стенографии в архив. Выдержка из доклада Лебедева. Отвечая на вопросы, любопытствующих о радио будущего, да, мы действительно можем слышать радиопередачи из будущего. Буквально. Как это происходит? Если вы прочтете любой мой прошлый доклад, то узнаете. Но ведь вас интересуют не технические детали, верно? Вас интересует прикладная модель. Можно ли купить лотерейный билет, зная, что он выиграет, или избежать ядерного холокоста? Я прав? А вот здесь все сложнее. Мы слышим вероятное будущее. То, что в текущий момент могло бы произойти через 10, 30, 50 лет. Но мы ни разу, повторяю, ни разу не слышали одной и той же передачи. Неделя назад СССР распался как государство в 1989 году. Сегодня утром я слушал доклад председателя ЦК партии из 1999 года. В один день мы и вовсе уловили экстренное сообщение о запуске ядерных ракет в 1976 году. Я был в ужасе. Будущего еще не существует. Запомните эту простую мысль. Мы можем слышать лишь эхо бесконечной, квантируемой многовариантности, вычленяя из нее наиболее часто повторяющиеся тенденции. И только в наших руках то, что мы увидим завтра. Именно так, товарищи. Так. Это было. Что там у нас? Два компьютера? А давайте вот сюда зайдем. Подождите. Ага, вот она. Попробуй вот эту. Воспроизвожу. Подождите, у нас. По событию в Болгарии агенты поступили в крайне тяжелом состоянии. Технической клинической смерти. Агента Блесну спасти не удалось. Ситуация с агентом Плутонием оказалась легче. И его удалось вернуть в строй. Однако для этого пришлось ампутировать ему практически полностью уничтоженные конечности, заменив все поврежденные участки тела самыми современными протезами. Но это я и так знаю, что у меня пол тела из запчастей. Это какие-то общие рассуждения. Найди другую запись. Да. Ну, дайте мне найти сейчас. Блин, тут еще бегать как-то. А там как-то отмечается она или что? Эээ, блин, ребятушки. А, вон там лежит. Вот еще одна. А, то есть, сейчас будем по одной пихать, все равно там все прописано. На, вот эту включи. Держи. Что-то там вниз. Становление характера агента претерпел значительные изменения. Модель поведения, паттерны и даже лексикон существенно изменились. В связи с этим, мною было принято решение о выводе Плутония из состава спецотряда «Аргентум». Чтобы исключить всякую возможность рецидива воспоминаний, Плутония получил новый позывной. П-3. И с того момента находится в моем личном распоряжении и под моим личным наблюдением. Контакты П-3 с «Аргентумом» сведены к минимуму. Личный состав «Аргентума» предупрежден о недопустимости упоминания в присутствии П-3 радиопозывного блесна. Да ёбаный! Сейчас ещё принесу. Да в смысле? Тебя Сеченов на поводок посадил, распоряжает с тобой как хочет. Слышь, подруга, он мне жизнь спас. Думаешь, я не знаю, что я подопытный? Работа у меня такая. О, доброволец выходит. Так а что ж ты тогда нервный такой, м? Подопытный. Потому что раньше мне всегда говорили, что со мной делают. Давай ещё запись на них. Вижу, запись, вижу, запись. Ведут ли? Запись, запись, запись. Я вижу, смертный. Вот это. Где? Бобина. Эль Бобина. Ну давай. На этой посмотрим, что. Операция по имплантации нейрополимерного расширителя функций мозга-восход. Цель – полное удаление деструктивных реакций, основанных на травматических воспоминаниях. Пациент – майор Нечаев. Кодовое имя Плутоний. Попытка номер три. Первые две операции прошли неудачно. Полностью излечить последствия тяжёлых черепно-мозговых травм, полученных при событиях в Болгарии, не представляется возможным. Без кардинального вмешательства в психику пациент подлежит эвтаназии. Эвтаназии? Он хотел тебя убить. Лобные доли мозга частично разрушены, что вызывает у пациента вспышки неконтролируемой ярости. Наличие стальных имплантатов конечностей делает пациента крайне опасным для окружающих. Это про твои приступы. В состоянии травматического аффекта сознание пациента погружается в состояние сюрреалистической психотерической реальности, отказываясь принимать последствия агрессивного поведения. Я не понял. Можешь перевести, что он сказал? Тебе не понравится. У пациента наблюдаются тяжёлые галлюцинации. Ты снова видел жену, сынок? А откуда? А откуда вы это знаете? Установка импланта «Восход» позволит обеспечить пациента искусственной памятью и устранить фиксацию сознания на образе погибшей жены. Жены? Бред, я никогда не был женой. Благодаря мозговому импланту «Восход» мы можем направлять сознание агента в вымышленный мир под кодовым названием «Лимба» к дистанционной подаче импульса напрямую в гипофиз. Таким образом, объект по команде переходит в боевой режим. Хочу добавить, что я категорически против... Это какая-то чушь. Блять, этого не может быть. Боюсь, тебе придётся в это поверить. Стоит Сеченова нажать на кнопку, и твоё сознание отправится в маленький личный рай. А тело? А тело будет убивать всех, кого прикажут. Чертовщина какая-то. А галлюцинация — это что, тоже всё Сеченово? Нет. Галлюцинация — это защитная реакция твоего мозга. Да какого хрена я вам всем должен здесь верить? Шеф бы не поступил так со мной никогда. Да, конечно. Например, не стёр бы из твоей памяти, что ты был женат. Или не создал бы коллектив, как систему управления сознанием. Да кто сказал, что это именно Сечен? Там вообще не видно, кто в кресле сидит. Не веришь, спроси у него сам. Какой план, майор? Нас двоих ждут в Челомее. Чтобы остановить Сеченова, нам нужно ему подыграть. Доставишь меня как пленницу, а потом? А потом будем импровизировать. Вот такая правда, майор. А вдумай всё, мне дай минутку. Я попробую взломать лифт, чтобы мы могли выбраться на поверхность. Угу. Ожил падла! Майор, я... О произошедшем нет данных. Дурака ты из меня не делай! Желающих и так что-то много. Нет данных, нет данных, блядь. Ты всё время был в курсе всего. Ты нахуя хразом-то назывался? Ты же Харитон, сука, Родионович. Как ты это всё объяснять собираешься? Да нечего тут объяснять. Ты, майор, для меня такой же храз, как и я для тебя. Посторонняя сущность. Сеченов сначала меня убил, потом превратил в не пойми что соплю полимерную. А тебе мозги промыл и манипулировал тобой, как хотел. Как я вам двоим доверять могу? Вот и прикинулся хранителем знаний. Наблюдать стал, кто есть кто. Да я, может быть, так же поступил. Ну и что делать-то будем, м? А что тут остаётся, Серёг? Мы с тобой сдружились и знаем всю правду. Теперь нужно попасть к Сеченову, устранить несправедливость и отомстить за всё то, что он с нами сотворил. Что ж, твоя правда, Харитон. Несправедливость надо устранять. Вы хороший человек, товарищ майор. Мне жаль это говорить, но вы первый действующий образец рядового звена сети коллектива. Понедельник, все, кто прошёл полимеризацию, станут такими же управляемыми, как и вы. Твою ж мать! Да быть такого не может. Послушай, но ведь эту грёбаную примочку устройства мысль, её же можно просто снять. К сожалению, людям это ничем не поможет. Сделает только хуже. Это ещё почему? Потому что ваши мысли — пустышка. Благодаря контроллеру мысли, сигнал полимеризированного владельца будет передаваться роботам и прочему оборудованию. Но не он делает человека частью коллектива. Мысль можно снять и просто утратить возможность совершать звонки и командовать машинами. Как же тогда Сеченов собрался держать всех в узде? Частью коллектива людей делает инъекция нейрополимерно. Именно она встраивается в мозг и раз и навсегда сопрягает его с нейросетью. От последствий данной инъекции невозможно избавиться. Все, кто получит инъекцию, уже никуда не денутся. А у меня... у меня действительно была жена. Как её звали? Екатерина. И вам не понравится то, что я сейчас скажу, товарищ майор? Я это уже слышал. Только вряд ли меня можно удивить ещё чем-нибудь. Вы с женой служили в спецотряде Аргентом. Катя была высокопрофессиональным сотрудником. С детства занималась балетом и достигла значительных успехов как в нём, так и в искусстве рукопашного боя. Балет и рукопашный бой? Ты что, хочешь сказать, что стальные близняшки Сеченова... Да это полная хрень! Шеф на такое не способен! Посмотрите на меня, товарищ майор. После моей смерти моё сознание было помещено сюда. После смерти вашей жены её сознание спасти не удалось. Но отпечаток её профессиональных навыков Сеченов пометел в матрицу своих телохранительниц. Да это... Да ну нахрен! Блядь! Такого быть не может! Эй, майор! Транспорт подан! Мы можем уходить отсюда! Ну вот это вообще нихрена не там не делала. Просто стояла там и сидела. Уходим или ты хочешь ещё что-то здесь узнать? Всё, идём. Мне искренне жаль, что тебе пришлось пережить всё это. Твою ж мать! Опять началось! Нет! Только не сейчас! Не здесь! Не здесь! Ну, извините. Ну, я так полагаю... Сфинктор. Прекрасно. Так. Я так полагаю, что сохранилка уже сработала. И на сегодня давайте остановимся. Остановимся. И продолжим путь в каллюциногенной истории товарища Мечаю в следующий раз. Спасибо, что были со мной, прослушали все эти сообщения, которые мы были. У нас получился такой очень читабельный, сюжетный выпуск. Причём за длинный немножечко, на три обычных. Ну, или на два, в зависимости от того, как получается. Ну, неважно. В общем-то... Ещё раз спасибо. Лайки, подписки, шары, донаты. Всё, что вы можете, товарищи. И... Увидимся в этой или в другой игре. А сейчас... Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok